добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры как меня слышно дайте пожалуйста обратную связь мне в нашем чате плюсики просто подсказки все в порядке никакой больной системы не нужно рад приветствовать вас эльвира добавила в скайпе буквально недавно так на вижу что двое человек отреагировали что слышно видно хорошо сегодня у нас запланирована презентация компания skyway тут в августе месяце не слишком активно люди приходят на наши вебинары но в принципе возможно кому-то нет надобности кто-то может быть не находит информацию хотя все время расскажем где у нас находится расписание вебинаров где находится расписание живых встреч проходящих разных городах и странах на прошлой неделе состоялась такая динамичная активная интересная живая презентация в москве это было в среду скажем так зал который планировали на 7000 человек был не полностью но как бы так стороны спикера был полностью фактически забит было более 50 человек были еще мы для нашего отдела информационной поддержки то есть было приятно работать поэтому мы дали людям информацию разыграли как мы всегда это делаем сертификат на 1000 час и книжки ленинского небесной дороги толстую потом скажем так в упрощенном варианте более только тонкая скажем так книга ну и все вроде бы остались довольны поэтому я вам просто рекомендую те мероприятия которые у нас проходят в разных городах и друзья знакомые проживающие в этих городах следите за информацией заходите скажем так на наш сайт в разделе личного кабинета я на презентации еще покажу где это находится и так презентация проекта skyway capital как правило она состоит у нас всегда из двух частей и просто скажу что для чего проводится подобные презентации презентации проводится с целью ознакомления новых потенциальных партнеров с той возможностью которые дает наш проект да то есть у нас есть несколько возможностей первое это стать инвестором наш проект то есть стать совладетелем технологии которую мы с вами сейчас поговорим постараемся где-то минут 15-20 мы можем чуть больше делить этому направлению вот есть возможность зарабатывать деньги по партнерской программе то есть все это идет такой тесной связки которая присутствует компания skyway capital поэтому первую часть как правило мы посвящаем технологии потому что к нам зачастую приходят люди которые не слышали ничего про технологии либо например вы стали разбираться и потом после окончания презентации задает свой вопрос вторая часть этого тех инвестиционных предложений в тех пакетах которые предлагает сегодня компания skyway capital ну и дальше ответы на вопросы есть таковые возникают поэтому презентация она рассматривается с точки зрения компании как инструмент помогающий вам нашим партнерам доносить информацию своему окружению и благодаря этому увеличивать скажем так количество партнеров в своей структуре привлекать инвестиции в наш проект зарабатывать деньги то есть все это идет скажем так в одной связке успешно симбиоза плюс ко всему вы просто людям доносить информацию о том как они могут значительно улучшить финансовую сторону своей жизни в недалекие скажем так в обозримом будущем до ближайшим и при всем при том еще скажем так делая простые шаги и делая простые усилия создать себе источник дохода уже сейчас не дожидаясь того что инвестиции которые делают сегодня люди на выгодных условиях будут приносить им доходы и так давайте перейдем технологии кстати сразу хочу сказать по понедельникам в 13 в 20 часов Александр Мунко подробно рассказывает о технологии скают далее по технологии у нас есть два вебинара до начинающиеся днем и вечером в среду где идет рассказ для новичков и для тех кто разобрал свою информацию Алексей Сахадов и Сергей Сибиряков и тот же Александр Мунко рассказ о технологии воскресенья на семейные встречи по четвергам Владимир Маслов тоже дает информацию по технологии по юридическим аспектам взаимодействия с нашей компанией то есть следите за информацией посещайте вебинары приглашайте на них людей которые скажем так хотели бы получить больше информации и разобраться в нашем проекте на данном слайде вы видите человека который является на сегодняшний день президентом группы компаний skyway он же генеральный конструктор струнных технологий Анатолий Дарыч Юницкий начал разрабатывать свою технологию струнного транспорта еще в далеких семидесятых годах прошлого столетия сразу хочу добавить струнные технологии хотя мы больше внимания уделяем транспорту и буквально там пару слов скажу впереди это также строительство звездно-посадочных полос аэродромов и аэропортов строительство мостов строительство зданий высотных и зданий коттеджного типа тоже по струнным технологиям строительство морских речных озерных портов которые могут быть вынесены в акваторию морей и океанов под береговой линией что экономит огромное количество денежных денег Анатолий Дарыч Юницкий родился на территории бывшего Советского Союза на территории сейчас называется Республика Беларусь раньше это была Белорусская СССР в Больденской области поэтому его можно назвать и российским и белорусским и советским ученым предпринимателем и изобретателем за время разработки и внедрения технологий дважды такая структура как организация обменных наций выделяла денежные средства на ее внедрение и разработку эксперты ООН давали свои заключения по технологии разработки и ООН выделяла денежные средства было получено два гранта ООН в начале 80-х годов прошлого столетия Анатолий Дарыч стал членом Федерации космонавтики СССР которая одна из первых призналась что перспективность разработки и внедрения данной технологии на то время на территории Советского Союза за все время работы над своей технологией Анатолий Дарыч Юницкого более 140 изобретений 18 монографий и более 200 различных научных работ большое количество материала непосредственно о технологии Анатолий Дарыч Юницкого видеоматериала, печатного материала, государственные контракты на строительство дорог по технологии разработанной Юницким вы можете найти на его сайте вы видите адрес здесь написан www.unitsky.com у данной транспортной системы огромное количество преимуществ по сравнению с теми видами транспорта которые мы сегодня используем в этой сегодняшней жизни даже буквально сегодняшний день понадобилось скажем так съездить недалеко в аэропорт Домодедово сделать отправку определенную там на сторону Сочи одно из мероприятий которые для развития нашего бизнеса связаны мы сегодня в Москве где-то с ночи до, точнее с трех дня вчера и вот до сегодняшнего дня идет дождь и в принципе большое количество улиц затоплено более 200 человек сегодня МЧС эвакуировало из различных транспортных средств на улицу Москвы из автобусов из личного транспорта вот казалось бы что да просто дождь и вот такие проблемы климатические и природные да затрагивают все четыре транспортные системы которые мы с вами знаем автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, водный транспорт, речной и морской и воздушный самолет и вертолет причем железнодорожный как грузовой, пассажирский так и высокоскоростной все они тоже зависят очень сильно от климата и неожиданных природных явлений хотя в принципе дождь летом это не совсем неожиданная вещь да вот и снег зимой вот то же самое будет зимой в Москве когда будут сильные снегопады мы их как правило хотя бы раз в год застаем да и все улицы Москву встают то же самое происходит с большим количеством городов ну по крайней мере на территории Российской Федерации но я думаю данная чаша не минует и другие города в мире города перемещены улицы там сколько полосам не рисуй да то есть 5-6 все равно не справляется с потоком автомобилей вот данный вид транспорта о котором сейчас пойдет речь и вы видите короткий ролик который решает огромное количество проблем всех транспортных систем которые нам и сегодня же неизвестны в первую очередь невысочайший степень безопасности вот сегодня опять же пока ехал на работу данные дали что по-моему на улицах в Российской Федерации с начала года погибло там более 12 тысяч человек это только Российская Федерация в мире погибает порядка миллиона человек различных транспортных аварий катастроф и остальных далее данный транспорт о котором идет речь мы вот все-таки говорим о струнном транспорте в первую очередь в привязке к транспортной системе это высокоскоростной транспорт до 500 км в час скорость грузовой транспорт по данной технологии сможет передвигаться по скорости до 120 км в час и городской до 150 км сегодня городской транспорт у нас ну дай бог чтоб 30 ехал по Москве из-за погодных явлений так вот основные скажем так наверное моменты касаемые безопасности транспортные потоки будут разведены с потоками людей люди спокойно смогут гулять по улицам в тех местах где будут проложены эти трассы да то есть не будет пересечения опять же транспорта с животными что мы часто видимо в обычно путешествие на автомобиле все равно ставят знаки до выхода диких животных на трассу это происходит кстати с дикими животными сталкиваются и железные железнодорожные составы и поезда сапсана что тоже по порой приводит к серьезным авариям и так далее здесь же этого все происходить не будет каждое транспортное средство будет обжено специальным противосходным устройством запас прочности путевой структуры струнного рельса да вот о котором речь пойдет ролики сейчас минимум десятикратное от десятикратного до стократного по отношению к тем нагрузкам которые будут нести этот транспортный эстакадо да при передвижении транспортного средства то есть в принципе основные да далеко не все преимущества перечислить на данном слайде не буду на них на всех заострять внимание раньше мы сидели подробно разбирали каждую из них то есть это занимало там до 20 минут не хочется у вас просто время отнимать цель моя познакомить с тем что данная технология есть она существует независимо от того знаем они или нет да и вот для людей которые хотят понять и разобраться я сейчас включу ролик который продемонстрирует эффективный транспорт уже разработан ученым анатолием юницким этот гениальный инженер изобрел идеальный во всех смыслах транспорт под названием рельсовая небесная дорога более 30 лет и несколько сотен миллионов долларов уже инвестировано чтобы проект юницкого воплотился в жизнь что же представляет собой транспорт будущего представьте себе легкий поезд или спортивный автомобиль на стальных колесах которые размещены на ажурных рельсах над землей в рельсах натянуты струны с усилением в сотни тонн благодаря идеальной ровности пути и сверх аэродинамичности подвижного состава он способен развивать скорость до 500 километров в час поездка обойдется вам в семь раз дешевле чем на обычном поезде безопасность будет в две тысячи раз выше чем в автомобильном транспорте а на путешествие понадобится в десять раз меньше электрической энергии или топлива и это еще не все струнные рельсы крепятся на легких но исключительно прочных опорах что позволит спасти от уничтожения плодородный слой почвы ныне занятые автомобильными и железными дорогами на территории в четыре раза превышающий площадь великобритании эта почва останется живой она будет дышать а зеленые растения на ней будут вырабатывать кислород достаточный для дыхания миллиардов людей чтобы внедрить этот вид транспорта по всему миру нужны соизмеримые средства с уже затраченными примерно столько же сколько стоит сегодня пара тройка футболистов или одна две картины не самого известного художника импрессиониста и реализовать это возможно лишь при народном финансировании такой транспорт нужен в первую очередь именно нам с вами и только мы сможем воплотить этот проект в реальность станьте с инвесторами народного транспорта будущего инвестируйте в будущее своей планеты то есть так выглядит этот транспорт я думаю что многие из вас может даже если есть те кто впервые смотрит информацию о технологии единицкого представили да то есть транспорт поднятый на земле причем высота скажем так это эстакады размещена на земле может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и даже сотен метров если говорить о нас лагерисе иногда то есть высотные дома и между ними протянуты называемые рельсы струны по которым движется данный вид транспорта история не буду на ней останавливаться очень долго скажу кратко то есть в принципе она себя включает четыре этапа условно да на протяжении которых данной технологии разрабатывалось внедрялись ноу-хау который разрабатывал юмидский и были определенные вещи то есть первый этап это 77-94 год это и первое заявка на изобретение и признание федерации космонавтики СССР первая научно-практическая конференция на территории Белоруссии грант советского фонда мира на развитие технологий второй этап до 2000 года это были представлены действующие физические модели было осуществлено большое количество продумок в агрономической трубе с целью придания наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу в первую очередь высокоскоростному это и первый грант организации обменных наций который был получен именно на втором этапе развитой технологии третий этап очень важный потому что был свой тестовый испытательный участок до подмосковном городе озера недалеко от москвы сто с лишним километров был выделен участок местности небольшой на которую юмидский построил там 170 метровую эстакаду ну и наверное главным просто показал данный полигон то что во первых о технологии узнал весь мир территорию полигона посещала большое количество международной делегации эксперты целого ряда государственных структур давали свои экспертные оценки заключения по технологии разработанных да в первую очередь институт проблем транспорта российской академии наук вот именно в это время был получен второй грант организации обменных наций и были даже заключены контракты на строительство дорог по технологии sky west целом ряде регионов российской федерации в принципе был отработан целый ряд методик до проведено большое количество испытаний в зимнее время и в летнее время да вот один из важных наверное моментов то что путевая структура если взять метр до этой структуры который весит меньше 100 килограмм выдерживала скажем так на себе нагрузку более 12 тонн весит данный транспортное средство которое участвует если 131 остальных колес ну и важно то что именно в это время скажем такой технологии рассказывать во многих средствах массовой информации это телевизионные каналы центральные первую очередь российской федерации региональные телевизионные каналы тематические передачи были посвящены технологии на которые был либо на поле дарочи либо его соратники во многих форумах от самых науки техники и развития транспорта принимал участие на торе дарочи демонстрировал скажем так и действующие модели то есть было выгодно скажем получено большое количество дипломов медалей кубков да то есть наград данная технология ну чтобы не быть голословным сейчас лучший ролик который покажет что был все полигон то что это все демонстрировалось миру мы говорим сейчас о технологии которую второй раз хотим еще раз вывести в свет продемонстрировать и в принципе это нас ждет уже буквально в ближайшие звонки это будет немножко впереди на нашем вебинарном формате готов прием 150 метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком вместо привычных колес сделать на стиле специальными шасси с двумя ребордами внутри тонких рельс струн натянуты тросы под струны чтобы убедить в безопасности конструкции становится автор проекта анатолий юницкий струнная транспортная система это очень удобная система и доказательством того является то что я стою под железом 8 12 тонн первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель виктор крыженецкий на случай электронной эвакуации 20 метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду кроме испытаний различных вариантов грузового стаю на полигоне в городе озера был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 15 1 10 и 1 5 все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель то есть точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнен многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе что позволит спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире кстати одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров никакой террористический акт этой дороги не страшен опыты показали что если рухнет опора юнибус будет ехать по-прежнему его лишь немного покачнет струнная дорога это безопасный и комфортный транспорт заключение анатолий эдуардович поведал что и нашу страну готов опутать миллионами километров таких экологичных дорог они по его словам пройдут над горами лесами и зелеными холмами так друзья это было на третьем этапе и казалось бы когда был собственный полигон то есть были заключены государственные контракты дело осталось только за малым да начать строить дороги к сожалению в 2009 году состоялся госсовет да на котором присутствовал президент российской федерации дмитрий медведевик тогда это был город ульяновск были губернаторы всех областей профильные министры и данная технология была представлена президентом да после того как закончился данный госсовет было принято решение и распоряжение министерства транспорта выделить порядка миллиарда рублей на развитие данной технологии и в течение недели полигона в подмосковном городе озера не так порядка 100 человек агрегат анатолий дарович юницкий приехали за один день спилили все что было скажем так сделано и прочее демонстрировать вроде бы стало нечего но главное что полигон сыграл свою роль да то есть он показал всему миру что данная технология есть как будет выглядеть транспорт недалекого будущего юницкий не опустил руки продолжал вести работу в направлении переговоров с людьми мира бизнеса с людьми принадлежащими различному административному ресурсу целого ряда стран к сожалению всегда переговоры заходили в тупик и в ролике кто внимательно его смотрел было сказано да что инвестором наши технологии может стать каждый было принято решение оценить технологию оценить ноу-хау которая и всю интеллектуальную собственность которая есть Анатолий Даршиницкого она была оценена в сумму свыше 400 миллиардов долларов сша было зарегистрировано предприятие в великобритании и было принято решение обратиться физическим лицам простым людям проживающим в разных уголках земного шара с предложением на выгодных условиях стать совладельцами технологии то есть часть долей этой компании приобрести да и к семнадцатому году когда мы планируем что отдельно взятая акция будет стоить 1 доллар сша стать успешными в финансовом плане людьми и это было сделано начале на начале в конце точнее в начале 2014 года в конце января пришли первые инвестиции посредством платформы крауд инвестинга либо народного инвестирования как об этом говорится вроде сегодня абсолютно любой человек может пока еще стать владельцем этой технологии и в будущем иметь очень серьезный доход в виде либо продажи пакета долей компании либо дивидендов от той прибыли которую будет получать компания предстоительства дорог в целом ряде стран мира причем адресный проект на сегодняшний день уже скажем так с каждым днем становится больше потенциальных скажем мест где будут строиться дороги увеличиваются каждую неделю на данном слайде вы видите краткий перечень тех структур которые давали свои экспертные оценки и заключения во время существования полигонов в московом городе озера это как я говорил институт проблем транспорта российской академии наук госкрой россии и тоже министерство экономики и транспорта инженерная академия российской петербургской госуниверситет такие сообщения было получено на технологию за все это время более 50 пакетов и на различных международных как я говорил форумах выставках посвященных направлению развития транспорта науки техники было получено более 50 различных наград 14 год стал также ключевым наверное моментом 14 года это открытие научно-производственного предприятия на территории республики беларыш в мае месяце у нас появились первые конструкторы далее ключевым годом именно в плане активного развития скажем так и четкого определения где мы будем строить еще раз тестовый участок а цель какова привлечь необходимое количество денежных средств ну на начало запуска проекта это сумма порядка трехсот миллионов долларов сша для того чтобы построить еще раз тестовый участок часто называется центр демонстрации сертификации skyway да то есть это грузовой транспорт высокоскоростной транспорт и городской транспорт вот пятнадцатый год чем он стал важным то что в начале года определились участка местности где будет строиться данный тестовый участок полигон как мы называли эко технопарк сегодня это звучит так да и было принято решение начале года бороться за этот участок 36 гектар почти в минской области на юг в сторону гомеля недалеко от города марина горка это пуховичский район в феврале запустили стартовала скажем деятельность компании skyway кепики презентация которая сейчас у нас проходит то есть нам по сути дела полтора года не так много но проделал большой объем работы вот так же были скажем так переговоры опять же продолжались вестись и в южной америке на территории объемных арабских эмиратов и был намечен целый план до взаимодействия с арабской стороной вплоть до строительства линейного города была предложена схема строительства линейного города в эмирате абу-даби если все скажем так будет происходить как у нас запланировано а на эту осень запланирована демонстрация уже готового действующего городского транспорта то я думаю вот эти вот направления по которым велись переговоры и объем арабской эмираты да еще целый ряд скажем так направлений будут активно развиваться то есть арабы говорит мы до 100 миллионов долларов готовы влите для начала чтобы построить этот участок покажите как это будет выглядеть в июле закончилась реструктуризация группы компаний skyway перешли на работу в денежном эквиваленте в долларом эквиваленте доллара сша вот в июне начались первые скажем точнее в начались первые изыскательские работы на территории экотехнопарка потому что в июне месяце данный участок местности был закреплен долгосрочная аренда за предприятием струнных технологий которым руководит генеральный директор анатолий дарачевский это город министр в начале лета бывший министр транспорта южной австралии рот хук получил информацию о струнных технологиях в сентябре посетил наше конструкторское бюро был на территории экотехнопарка то есть были проведены переговоры и рот хук уехал в австралию с целью популяризировать направление струнного транспорта искать партнеров с целью строительства дорог на территории австралии вот история получила продолжение потому что летом этого года ну поговорим скажем на шестнадцатом году вот уже буквально через пару минут далее что было сделано еще в пятнадцатом году то есть сентябре же был получен так называемый международный инвестиционный код цены бумаги это процедура который проходит практически все компании акции которых сегодня копируют на крупных международных биржах осенью состоялась международная конференция в республике беларусь и состоялась закладка нулевого километра на территории технопарка где полным ходом уже шло строительство но в первую очередь работа над созданием городской трассы что сейчас уже идет активно к концу далее вместе с пуховичским райисполком предприятие струнной технологии приняло участие в тендере в рамках программы определенной экономики республики беларусь и часть денежного фонда который составлял пять миллионов евро да и был разбит это между двумя десятками проектов досталось и нашей компании по сути дела это вот пока такое единственное крупное внимание помимо темы краудинвестинга по которым мы сегодня финансируем строительство как я говорил группы компаний с четырнадцатого года по семнадцатый есть четкий план до реализации данной технологии выведения на мировой транспортный рынок и выход на рынок международный финансовый инвестиционный рынок и как я говорю у группы компаний SkyWay помимо этого плана есть скажем так четкий перечень работ которые нужно выполнять в определенный промежуток времени то есть условно это пятнадцатый этапный план сегодня мы уже находимся на седьмом этапе то есть это говорит о том что предыдущие шесть этапов были успешно завершены работы которые были запланированы на этих этапах тоже проделаны и мы двигаемся к тому что эту осень как я говорю продемонстрировать полностью действующую городскую трассу SkyWay и все это произойдет после целого ряда событий которые у нас еще на носу буквально через месяц произойдет и так в конце кстати 15 года важный момент группа компаний SkyWay перешла на привлечение инвестиций по методу приобретения пакетов далее компании в рассрочку это выгодно людям которые могут инвестировать незначительные ежемесячные денежные средства в наш проект а на выходе получать приличные скажем так пакеты компании компании это выгодно потому что на период скажем на 6 8 9 10 месяцев можно увидеть какие инвестиции к нам еще придут да потому что люди как правило при начале оформления своей рассрочки обязуются выплачивать эту рассрочку ежемесячно таки огромное количество людей погашают рассрочки досрочно и при этом имеют еще дополнительный уровень итак друзья шестнадцатый год чем он знаменовался вот я вам рассказывал про госсовет на котором медведев в принципе одобрил да что да технология интересная найдете деньги развивать в начале шестнадцатого года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Дмитрия Медведев в котором поблагодарил его за то что он обратил внимание в 2009 году на технологию скромного транспорта и сказал что главный вопрос который вы тогда подняли финансирование да мы решили приглашаем вас этой осени на территорию технопарка в Беларусь чтобы вы своими глазами видели что нами проделано за два года вот с начала инвестиций 2014 год это был январь месяц и до сегодняшнего года то есть чтобы он своими глазами видел что из себя представляет транспорт уже ближайшего будущего далее в феврале месяце состоялся скажем заседание экспертного совета министерства транспорта Российской Федерации на котором технологии разработанные в месте призваны инновационным то есть это очень здорово почему потому что два года по сути дела да то есть с февраля по февраль фактически часто от людей и скажем так имеющих отношение к науке техники транспорта имеющих отношения там экономики имеющих отношения к каким-то маркетинговым темам слышались нашмешки что мол Венисский занимается непонятно чем у него вроде бы такая технология есть либо это финансовая пирамида которая прикрывается какой-то технологии и так далее то есть вы понимаете что Минтранс Россия не может признать хайповский проект и пирамиду да инновационную технологию это большой плюс это не гарантирует нам безоблачное будущее но тем не менее специалисты Минтранса обратили на нас внимание и уже 25 марта на заседание рабочей группы было принято решение скажем так воочию убедить свойственно что из себя представляет транспорт и уже скажем после этого намечать конкретные вероятность скажем так строительства дорог по технологии SkyWay то есть четкую оценку сравнения с теми технологиями которые мы имеем и прочее то есть это признание технологии 25 марта перспективно для Российской Федерации там поручено кстати комитета по импортозамещению да то есть есть такой пирамидрансе рассмотреть возможность внедрения данных технологий на территории Российской Федерации важным событием которое нас ждет в 2016 году вот то что я говорил с 20 по 23 сентября на территории Евросоюза в Берлине пройдет крупный транспортный форум на котором будет представлено порядка 2700 лишних фирм различных да которые занимаются развитием транспортной отрасли много там будет посещено конечно темы железнодорожного транспорта но тем не менее в категории транспортные инновации будут представлены технологии разработанной от Туридорчим Министом генеральный конструктор он же да принял решение продемонстрировать действующие модели городского транспорта да и Unibyte то есть это легкая трасса вот данные транспортные средства будут показаны на выставке в Берлине после чего они прямым ходом перекачивают на территории Кокеснопарка где в октябре месяце планируется в конце октября начале ноября демонстрация готовой городской транспортной системы SkyWay то есть в планах на 16 год в октябре месяце закончить строительство городской трассы сейчас параллельно возводится легкая трасса SkyWay и параллельно же строится грузовая трасса то есть которая будет из себя представлять тоже антерный промежуточный опору подгрузочный разгрузочный терминал то есть концу 16 начало 17 года планируется продемонстрировать еще и грузовой SkyWay до семнадцатом году планируется пробить участок городской трассы о котором сейчас идет речь который будет продемонстрирован в октябре месяце до 15 километров и уже продемонстрировать возможности высокоскоростного SkyWay помните я говорил в конце семнадцатого года в планах сертифицировать данный вид транспорт и выйти на международный транспортный район что еще важного было в этом году 23-24 апреля на территории республики Беларусь у нас прошел экофестиваль на котором присутствует свыше 700 наших инвесторов из более чем 20 стран мира да они лично могли убедиться в том на что пошли эти инвестиции потому что я прекрасно помню 14 год люди которые стали инвестировать деньги еще в январе 14 года говорим вот мы деньги проинвестировали покажите нам что что проделан на сегодняшний день я вспоминаю всегда скажем так те моменты что мы радовались 14 году когда у нас появлялась какая-то новость раз в два месяца в транспортных технологиях а сегодня мы новости не успеваем скажем так читать и ознакомилась потому что в день порой бывает по две три четыре пять новостей о развитии нашего проекта в разных частях цвета делается надо так заявлять все чаще появляется информация о развитии нашего проекта в средствах массовой информации и интернет-издания печатная пресса телевизионные каналы да далее радиостанции различные уже рассказывали о технологии skyway очень активно это происходит на территории австралийского континента уже скажем так целый ряд телевизионных каналов посвящал и в разделе новостей выходили информации skyway и в целом ряде передач Ротхук рассказывал представлял нашу технологию и отвечал на вопросы корреспондентов этих телевизионных каналов на территории республики беларусь да так как мы строимся в беларуси дважды по телевизору скажем так было уделено внимание на центральных каналов белорусских в первую очередь это канал беларусь24 международных путниковых каналов которые вещают по фактически на территории всего земного шара и где рассказывается о успехах скажем так в разных сферах жизни беларуси дальше я говорю про австралию и приезжала скажем так ротхук в июне месяце уже скажем не только представителями своей компании но и потенциальных партнеров также были несколько дней на территории экотехнопарка конструкторского бюро вот ознакомились технологии сейчас уже на территории австралии планируется и строительство трассы на территории университетов линдерс вот внизу если вы видите на данном слайде это сайта университетов линдерс и планируется концу шестнадцатого года целый ряд площадок на которую будут строиться тестовые участки какие-то уже действующие участки по технологии разработаны низким этим занимается ротхук который сегодня возглавляет нашу компанию skyway австралии и наверное чтобы скажем так завершить рассказ о технологии о том что скажем про нас рассказывает и прочее я сейчас включу трехминутный ролик который был продемонстрирован по центральному каналу белорусского телевидения ну и здесь наверно добавлю то что даже министерство иностранных дел беларуси привлекло нашего заместителя генерального директора по развитию виктора бабурина то есть он ездил на несколько дней в Танзанию от скажем так республики беларусь по приглашению мида где ознакомил скажем так и мэров губернаторов целого ряда городов в Танзании технологии skyway по сути дела государство беларусь повернулась там тоже лицом и технологии представляют как белорусской технологии это друзья беларусь 1 канал который рассказывал о том что строится у нас на территории республики беларусь и потом уже перейдем в мире на данный момент нету похожей технологии автобусы над головой новая транспортная система пока в качестве эксперимента заработают в мариной горке на так называемом юнибусе уже мечтает прокатиться кристина страх в мариной горке завершается строительство новой транспортной системы это высокоскоростной колесный транспорт который движется по навесным рельсам проект демонстрационный располагается на территории бывшего танкового полигона который сейчас больше похож на парк именно так видят разработчики дороги будущего без ущерба для экологии строительство идет в два года и первые итоги можно будет увидеть уже осенью с технологиями будущего познакомилась кристина страх от гомеля до гродно за час и эта картинка недалекого будущего будущее уже наступило по крайней мере именно так утверждают разработчики новой транспортной системы сейчас строительство завершается в мариной горке высокоскоростное передвижение и экологически чистая среда вокруг основа концепции площадь стройплощадки 36 гектаров это пока демонстрационная модель эта технология не мешает экологической сущности на данной территории у нас уже высажено два с половиной гектара значит садовых деревьев облагораживается пруд выкопан рыба разведена пчелы в нас свои заведены технологии объясняют авторы идеи несложная в основе лежит колесо но движется по идеально ровным рельсам а подвижной состав специальной формы это по мнению авторов проекта должно обеспечить высокую скорость и плавность перемещения конструкция может располагаться на разной высоте от 10 до 100 метров и выше это в итоге позволит построить такую дорогу в труднодоступных местах на испытательном полигоне в мариной горке возводят три трассы пассажирскую грузовую и прогулочную вот эта трасса по планам откроется уже осенью пока ее протяженность 950 метров но в следующем году планируется построить еще 15 километров именно тогда по словам разработчиков состав сможет разогнаться до 500 километров в час так называемый юнибус напоминает автобус они по расчетам будут двух типов подвесные передвигаются на специальных струнах для города и навесные рельсовые междугородние первые в теории смогут разогнаться до 150 километров в час вторые до 600 сейчас подвижной состав уже собирают на заводе в минске материалы мы используем самые современные для изготовления подвесного состава это склавы алюминия высокопрочные для рамы допустим в качестве всекления мы высокопрочный поликарбонат используем для корпуса для облицовки использован в частности стеклопластики поэтому подвесной состав у нас легкий в успехе проекта и в самом деле как будто из фильмов разработчики не сомневаются в теории по их расчетам все должно заработать идеально что произойдет на практике узнаем уже этой осенью именно тогда запустят первый тестовый состав кристина страх анатолий долотовский юрий тихонович агентство теленовостей друзья от того что когда-то скажем так люди науки транспорта существовали в кулак и отворачивались от нас до а теперь о технологии разработанных рассказывает центральная канала телевидения переходим непосредственно компания skyway capital которая является на сегодня официальным партнером группы компаний skyway по привлечению инвестиций то есть задача наша это финансирование строительства экотехнопарка посредством привлечения инвестиций от физических людей вот таких людей как вы компания зарегистрирована в великобритании вы можете записать этот код зайти на сайт официального регистратора британских островов и найти там эту информацию что я делал в принципе две недели назад просто еще раз скажем так принимал с этим не приказ далее михаил я написал если вы внимательно читаете чат что ответы на вопросы будут концу вебинар skyway capital работает также под на платформе на базе краудинвестинга как это делала компания ресурс систем в начале 2014 года в принципе данная платформа полностью себя оправдала и все что делается на сегодняшний день все по практически благодаря конфликтам которые принесли в наш проект физические лица частные места основная цель вы понимаете да это привлечь необходимый объем инвестиций для реализации проекта в целом то есть реализация отдельно взятого скажем так этапа развития группы компаний skyway с 14 по 17 год и результатом станет это выведение транспорта на мировой транспортный рынок и выведение вас как инвесторов на мировой рынок инвестиций системе пакет медалей компании которые у каждого есть на руках у кого-то их много у кого-то их немного что дальше с ними делать мы в конце поговорим задача которую мы сегодня ставим перед собой это привлечение максимального количества инвесторов на базе микрофинансирования принципе данную скажем так инвестицию вы можете сравнить с теми которые делают люди из категории миллионеров миллиардеров они скажем так вкладывают свои денежные средства в новые развивающиеся компании у которых есть хорошая идея они видят что данная идея может принести большую пользу человечеству и когда скажем так данной компании развиваются выходят на биржу вот эти люди снимают основные темы то есть они получают основной доход так вот сегодня данная возможность представляется абсолютно любому гражданину кстати в целом ряде разных стран существует так называемая комиссия по ценным бумагам и биржам где которая четко следит за тем что подобным инвестициям до обычных инвесторов невозможно было допустить у нас же это возможность вам предоставляет поэтому смотрите вы можете сегодня на выгодных условиях приобрести для себя пусть небольшой пакет пусть на те денежные средства которые вам сегодня доступны там от 15 долларов сша и больше можно инвестировать наш проект да но тем не менее в процессе развития нашей компании в процессе вашего движения скажем так по развитию нашей компании вы можете увеличивать партнер инвестиции в принципе даже не вкладывая потом каких-то значительных денежных средств как я вам кратко потом скажу важная конечно задача это создать благоприятные условия для каждого нашего инвестора такие вот как вы люди чтобы могли зайти спокойно в интернет благодаря устройству и сама есть у вас дома интернет у дома да разобраться с информацией задать вопросы если у вас такие появляются наши мобилы информационной поддержки в москве он работает с 10 до 19 часов вы это можете сделать прямо из личного кабинета либо сайта позвонить и вам ответят помогут разобраться да службы технической поддержки либо человек ваш наставник который вас зарегистрировал дал обратно ссылку далее помимо создания благоприятных условий что вы даже не проснувшись могли скажем так нажать кнопку стать инвестором вот обеспечить максимально прозрачность вашим действием простоту этим действием и доступность информации то есть мы обязуемся вас информировать обо всем что происходит в нашем проекте то есть посредством обычных рассылок на адреса электронной почты размещением новостей на сайте есть очень важная новость да либо скажем так новость касаемо вашего денежного вознаграждения то есть она вам присылается еще и по смс рассылке приходит к вам в виде смс итак что у нас сегодня в принципе инвестиции эта тема такая что сегодня предлагают инвестировать форекс сегодня предлагать инвестировать в недвижимость до вроде бы недвижимость всегда приносила хорошие деньги насколько нужно проинвестировать недвижимость чтобы потом через пять десять лет получить возврат эти инвестиции и дальше начать получать прибыль. Ну, порой сотни тысяч долларов. Если говорить о квартирах, либо каких-то помещениях, которые потом можно сдавать в аренду. Здесь мы говорим о микрофинансировании, микроинвестировании. То есть любой человек, который готов сегодня, даже из категории, опять же, никого не хочу обидеть, студенты, либо пенсионеры, имеет возможность стать владельцем пакета стоимостью 15 долларов. Это где-то в пределах тысячи рублей Российской Федерации. Чуть меньше, либо чуть больше, в зависимости от курса доллара. На выходе у него получается 540 штук акций нашей компании. В 2017 году эти 540 штук превращаются в 540 долларов США. То есть это потенциально то, сколько будет стоить каждый один из акций. Далее, по мере строительства дорог, по мере реализации технологии юнистского на практике, вы понимаете, ценность технологии будет расти, стоимость каждой акции тоже будет возрастать. Может быстрее, может медленнее. По мере развития проекта в целом на территории всего земного шара, но тем не менее стоимость будет расти. Что вы сделаете из теми пакетами долей компании, которые на тот момент у вас будут, ваше право. Вы сможете продать какую-то часть своих пакетов, если у вас там много акций, например, в 2017 году по стоимости 1 доллар США. Либо в дальнейшем на весь пакет, который у вас может быть большим, может быть малым, ждать дивидендов от прибыли, которые будет получать компания, из тех дорог, которые будут построены по технологии SkyWay. На что следует обратить внимание. Каждый последующий пакет в таблице по стоимости, он дороже. Но и уровень доходности на этих пакетах тоже выше. Например, пакет, который стоит 200 долларов, у него на выходе будет мне в 36 раз приумножаться деньги, я в 100 раз. То есть, по сути дела, ваши 200 долларов превратятся в 20 тысяч. Соответственно, если вы еще дороже возьмете пакет, например, в стандартном прайс-листе, который вы сейчас стоите, тысячу долларов. Я почему на нем экспериментирую внимание, потому что я вам расскажу о более выгодном пакете донышек. То есть, инвестируя тысячу долларов в США сегодня, в наш проект, вы на выходе получаете 180 тысяч. То есть, ваши деньги умножаются в 180 раз. Соответственно, на каждом следующем пакете уровень доходности либо дисконт, который у нас отображен в третьем столбце, в прайс-листе, он выше. Когда только начались инвестиции в технологию, разработанную Мискин, в компании РСОС Систем в январе 2014 года, минимальный уровень доходности на минимальном пакете составлял 250 раз, максимальный полторы тысячи. Почему, скажем так, при переходе с этапа на этап, при строительстве Эко-технопарка, наш дисконт меняется, становится меньше. То есть, вроде бы, акции наши дорожают уже, еще не выходя на мировой рынок инвестиций. Потому что венчурность нашего проекта, эта рисковая, снижается с каждым днем. Потому что в январе 2014 года, скажем так, нечем было похвастать, кроме вот тех, опять же, бумаг с созданием того же сайта, Анатолий Горбич, который выступал на своем ряде конференций, проходившихся в России, не только. Сейчас у нас уже есть, что показать, что у нас построено. Мы сейчас видели ролик, в котором показано, что на территории Беларуси строится действующая городская, легкая грузовая трасса Скорейс, и у нас уже осенью пройдет демонстрация данной трассы. То есть это пакеты, которые, как я говорил, из стандартного прайс-листа. Вы можете их приобретать, это разовые покупки. Далее, пакет, который называется Инокран, я вам показывал уровень доходности на пакете стоимостью 180 долларов, он приурочен к мероприятию, которое будет происходить в сентябре. Он был заплачен в июне этого года и рассчитан был на 4 проплаты в течение июня, июня, август и сентября. То есть если вы покупаете пакет за 1000 долларов, скажем так, разовая оплата, он выделен в личном кабинете с желтым цветом и вверху вот вы видите, на желтом флайне, то вам будет начислен не 180 тысяч акций, а 235 тысяч акций. Если вы в промежуток времени меньше месяца, то есть в течение 30 дней, приобретете еще раз пакет за 1000 долларов, вам начислено 270 тысяч акций. То есть растет уровень доходности. Если вы третий раз успеете за оставшееся время до начала мероприятия Инокран приобрести пакет Инокран, вам начисли 290 тысяч акций. Если успеете четвертый раз, еще 300 тысяч акций. То есть этот пакет очень выгоден, если сравнивать его со стандартным пакетом за 1000 долларов. Далее, у нас появились пакеты недавно, которые ориентированы на людей, проживающих на территории, скажем так, стран Западной Европы, развиты страны, неудачно, наверное, нарисовал. Но вот эти четыре нижних пакета стоимостью единоразовой проплаты 25 тысяч, 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч долларов. Помимо того, что у них выгодный дисконт, вы сразу становитесь потенциально миллионерами, потому что на выходе от 1 400 до 16 750 тысяч акций вы получаете при покупке пакетов. У вас также есть возможность появиться на территории Экотехнопарка, когда у нас будет там мероприятие, и высадить свое именное дерево, и в принципе на пакетах от 10 до 50 тысяч долларов дерево, скажем так, эксклюзивной, редкой пароли. Это то, что у нас позволено людям при покупке разовых пакетов. У нас есть очень важный момент, у нас рассказ о партнерстве буквально через пару минут, но у нас есть партнерская программа для тех инвесторов, которые, помимо того, что сами стали со владельцами пакетов более компаний и видеть себя, скажем так, успешными финансовыми людьми в недалеком будущем, партнерская программа, позволяющая вам заниматься информационной деятельностью, давать информацию о технологии, о развитии компаний Skyway Capital, о возможности зарабатывания денег сегодня своему окружению. Если вы это делаете или посредством того, что вы их привлекли в наш проект, зарегистрирулись, приобрели какой-либо из пакетов акций, вам идут начисления деньгами на бонусный счет, который у нас есть. У нас еще есть акционный счет. Акционный счет сегодня является подарком. Когда-то на него начислялась сумма такая же, как на бонусный. Таким образом, компания вознаграждала людей, помогающих нам доносить информацию к своему окружению по технологии, которую мы внедряем. Сегодня на акционный счет начисляется в два раза меньше денежных средств, чем на бонусный. Но это не беда. Все равно вы получаете, скажем так, денежные средства на акционный счет, с которого вы можете приобретать пакеты долей компании, накопив необходимые суммы вот из этого процесса, который вы сейчас видите. От 15 до 350 тысяч долларов, вы можете с акционного счета заработанные деньги реализовывать в этом направлении. То есть увеличивать партнеры инвестиций в нашем проекте. Это к тому, что я сказал, что даже проинвестировать незначительную сумму, делая простые шаги, рассказывая информацию о том, что есть такой проект в своем окружении, вы можете стать крупным инвестором. Благодаря тому, что с акционного счета будете просто на то, чтобы покупать свои пакеты долей компании, увеличивать партнеры инвестиций. Бонусные деньги вы же можете выводить, тратить их на те нужды, которые у вас есть в вашей повседневной жизни. Но для тех, кто активно развивает партнерскую программу, есть еще 4 пакета, введены они меньше месяца назад для покупки пакета стоимостью 250, 400, 1000 и 1800 долларов США, но с бонусного счета. То есть вы не можете с основного счета заплатить платежным системам. Если вы строите партнерскую программу, вам на бонусный счет идут нечисленные. Вот эти деньги вы можете либо вывезти, либо купить вот эти пакеты. И обращаю внимание, смотрите, то есть дисконт 316 на пакете стоимостью 1800 долларов. 1800 долларов 316 раз. Посмотрите, у нас 300, дисконт начинается от 325, инвестиций в 10 тысяч долларов в стандартном профиле. Вот здесь 316. То есть это очень выгодный пакет, который вы можете приобрести, если вы занимаетесь тем, что развиваете бизнес в партнерской программе. 570 тысячах в этом пакете. Поэтому пакет, который стоит вот, например, 2500, у него на выходе получает 637 тысяч. Здесь у вас получается 570. Далее, я вам говорю, что группа компаний SkyWay в ноябре месяце перешла на приобретение пакета для компании нашими умистами в рассрочку. У нас есть несколько опять рассрочек. Первый из них стандартный, который будет в конце января месяца, называется пакеты старт-сеньор, стабильный и бенес. Это инвестиции 25, 50, 100 долларов и 200 долларов в месяц. Сроки этих рассрочек от 8 до 10 месяцев. Мало того, на каждой из этой рассрочки, если вы будете приобретать, есть кнопочка подробности, если вы нажмете, там будет рассказано о дополнительной акции. То есть, если вы сделаете, например, двойной платеж в течение своей рассрочки, соответственно, вам еще будет доначислено от 9 тысяч до 144 тысяч акций, в зависимости от того пакета, который выбрали себе в рассрочку. И там, в принципе, либо вы делаете двойной платеж, это в течение суток два платежа, либо пригласите как минимум трех партнеров, которые купят в течение месяца пакеты стоимостью от 25 долларов и выше. То есть, это не так много. Для людей, опять же, проживающих в странах Западной Европы, у нас есть пакеты большого номинала в рассрочку от 500 долларов в месяц до 5000 долларов. Тоже с хорошим дисконтом и с хорошим количеством акций на выходе. И есть пакеты, которые вы можете приобрести на своих несовершеннолетних детей. Они называются малыш либо студент. Номинал этих пакетов 65 либо 150 долларов в США. Они на 9 месяцев. Дополнительно вы можете к этим пакетам еще на своего ребенка получить от 30 до 85 тысяч акций, если сделаете также двойной платеж. Если вы, как мы говорим, добросовестный платежчик, соответственно, вы еще эти сроки все будете оплачивать. Получите 5 тысяч акций в подарок на самого себя, потому что это ваш личный кабинет на премиальный счет. Либо 10 тысяч акций в подарок, если вы добросовестно выплатили рассрочку под названием студент. Как я говорил, у нас есть возможность, если вы становитесь владельцами любого пакета долей компании, получать прибыль в недалеком будущем. Либо в виде дивидендов, либо в виде продажи части пакетов, части акций, которые вы будете владеть. Либо вы можете создать бизнес на сегодняшний день и дожидаться выхода группы компаний SkyWay на международный финансовый рынок и уже сегодня зарабатывать деньги благодаря нашей партнерской программе. Более подробно по партнерке мы будем говорить завтра в 18 часов проценты, которые мы получаем, да, такое движение по карьерной лестнице, у нас всего 6 ступенек, чтобы достичь высшей квалификации. Вот. И в пятницу в 13 часов по московскому времени. Позже кратко скажу, что партнерская программа, как я вам говорю, позволяет проинвестировать сумму в 15 долларов США и даже к моменту 2017 года, когда мы будем выходить на мировой рынок транспорта и инвестиций, уже, скажем так, имеет за плечами ни одну сотню, а может быть, ни одну тысячу долларов заработанную по партнерской программе. Нас никто вас не заставляет делать какие-то обязательные товарообороты ежемесячно, то есть нет необходимости подтверждать свою квалификацию. До 20% вы можете получать от привлекаемых инвестиций первого поколения и с глубины до 7% от 0,1. Глубина это на 24 уровня глубины. Вас никто не ограничивает по количеству людей, которых вы можете привлечь в наш проект. И вот то, что я говорю, бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте и на бонусный и на акционный счет. Для тех, кто развивает партнерскую программу, бизнес по партнерской программе, у нас есть целый ряд инструментов, встроенных личных кабинетов. То есть в разделе инструменты партнера в меню нашего кабинета у нас есть план вознаграждения, с которым вы можете ознакомиться, скачать себе на компьютер и описание, и слайды. И, скажем так, если вы имеете опыт донесения подобной информации до своему окружению, то есть может быть даже сотрудничали с какими-то MLM-компаниями, вы можете эту информацию доносить сами. У нас есть реферальные ссылки, это первый ваш инструмент, благодаря которому растет ваша партнерская сеть. Причем эти ссылки у нас ведут и на регистрацию в кабинете сразу для тех, кто разобрасывает информацию. И ссылки эти ведут также на... Эти же ссылки ведут на наши интернет-ресурсы, это лендинг инвестора, лендинг партнера, сайт нашей компании, люди еще могут почитать, ознакомиться, там нажать регистрацию, стать вашим партнером. Есть баннеры для тех, кто имеет свои интернет-страницы, развивает инфобизнес. То есть, их порядка 60 видов, вы можете скопировать аштейн-мок от этих баннеров, разместить их на своей странице. Эти баннеры будут стоять там 24 часа в сутки. Соответственно, 24 часа в сутки могут привлекаться люди на наши интернет-ресурсы при переходе, либо на сайт, либо на лендинг партнера, после чего они могут регистрироваться по вашей реферальной ссылке, которая прикреплена к этим баннерам, становиться вашими партнерами из мира интернета. Раздел новостей в личном кабинете в разделе события тоже по сути является инструментом. Потому что напротив каждой новости у нас встают 5 кнопок соцсетей. Если вы в ней зарегистрировали, нажимаете кнопку разместить, пишете кратко комментарии, данная новость размещается в вашем аккаунте и люди, скажем так, знакомятся с информацией, то есть, что также могут стать вашими партнерами по нашей партнерской программе. Для тех, кто строит партнерскую программу, хочет разобраться в нашей технологии и в том, что мы предлагаем людям, у нас еще существует целая череда онлайн-оффлайн мероприятий. Это вебинары, презентации, которые сейчас проходят. Это мероприятие, которое в онлайн-режиме проводят лидеры, строящие большие партнерские структуры, Игорий Мироштиченко, И Владимир Масков, по адресным проектам, по юридической стороне вопроса, касаясь всего, что связано с нашей компанией. И Netangene. Для людей, которые хотят еще дополнительно иметь доход и на себя берут дополнительную немножко ответственность, потому что они развивают данный бизнес в регионе, нас по вторникам проходят специальные мероприятия, касаемые этого направления. То есть, если вы хотите стать региональным лидером, можно подать заявку, на вас выйдут, зададут целый ряд вопросов и потом будут, скажем так, помогать в развитии регионов. Периодически промо-акции и информацию по мероприятиям, которые у нас проходят каждую неделю, вы можете найти в разделе события и расписания вебинаров. У нас есть там расписание онлайн, которое вы видите, вот оно сверху. То есть, кликая по дате, по дню недели, времени, которое вам удобно, вы можете посмотреть, кто проводит мероприятие, либо, скажем так, зарегистрироваться заранее, вам придет ссылка, либо просто на то, что скопировать, при входе в комнату ссылку, листевую, и зайти, послушать информацию. И мероприятие, которое проходит вживую в целом ряде городов и стран. У нас вживую проведено, скажем так, буквально за последние полгода более 500 презентаций, конференций в целом ряде городов. Это информация, которую вы можете использовать. Дальше, как я говорил, есть возможность обращения в службу технической поддержки с личного кабинета и сайта и задать интересующие вас вопросы. Либо, нажав кнопки, там, заказать обратный звонок, обратиться в отдел хрониклона поддержки и наши менеджеры квалифицированы, качественно и с большой душой ответят на ваши вопросы и помогут разобраться с информацией касаемо нашего проекта. В целом же, то, что сейчас мы с вами разобрали, рассмотрели, действительно, это отличная возможность применить свои физические, духовные, моральные усилия, силы, направления внедрения в наши технологии, принять участие в крупном инновационном инновационном проекте, который очень быстро сейчас будет впадать в жизнь. Это даже не технологии IT, которые сегодня, скажем так, плотно сидят в наших головах, в нашей с вами жизни, хотя, если честно, интернет еще далеко не полностью охватил землю. Но внедрение технологии интернета, она круто изменила нашу с вами жизнь. Не во всех моментах в лучшую сторону, но тем не менее. Сегодня мы можем с вами обучаться, не выходя из дома, проводить вот такие презентации, благодаря целому ряду сервисов, которые прописали программы. Получается, можно обучаться дистанционно, заказывать продукты, вещи на дом, переводить денежные средства и много чего еще. Те люди, которые, к сожалению, не имеют возможности путешествовать по средствам интернета, могут очень много узнока посмотреть в разных руках земного шага. Организовано огромное количество рабочих мест. Появились новые специальности, десятки, сотни новых специальностей, благодаря одной технологии. И, в принципе, к этой информации, которую я вам сегодня дал, вы можете отнестись очень просто. Представьте себе конец 70-х годов и к вам обращается Стив Джобс и говорит, друзья, если вы сегодня проинвестируете 50, 100, 200, 500, тысячу долларов в мой проект, у него там деревянный компьютер был, фанерный, с нотками, то у меня очень много идей, те программы, те устройства, которые он будет выпускать, будут использоваться миллионами людей и вы будете миллионером. Сегодня такая же ситуация происходит в проекте Skyway. К вам обращаются и не скидь. А так как транспорт нас касается все-таки даже в большей степени, чем интернет, нам нужно каждый день куда-то перебегаться, перемещаться. Даже те люди, которые зарабатывают в интернете, они путешествуют и прочее. Им нужен транспорт. Такой транспортный рынок и его емкость миллиарды и триллионы долларов в США. Соответственно, вы можете стать достаточно успешным в финансовом плане, потому что в планах компании, в планах Анатолия Дародчуниска, что в ближайшие десятилетия технологии, разработанные им, займет где-то 30-50% всего мирового транспортного уровня. Вот о каких цифрах идет речь. Поэтому принимайте решение, если вы еще не приняли. А сейчас я готов ответить на ваши вопросы. Данный слайд это наш адрес в городе Матхва, откуда я сейчас сижу и общаюсь с вами. Шестой этаж улицы Щепок, строение 1, дом 22. Спрашивали меня, когда можно типа продавать акции и так далее. Смотрите, вот как раз, чтобы не быть похожими на финансовую пирамиду, о которой мы говорили, компания, когда вы приобретаете какой-либо из пакетов долей компании, четко прописала в меморандуме своем, что вторичного рынка акций пока до выхода на международный финансовый рынок не будет. То есть вы не можете ничего перепродать. Чтобы, скажем так, не создавать бардака. То есть у вас, о каждом, когда вы приобретаете пакеты долей компании, информация заносится в реестр. И вы владелец. Вот когда мы выйдем, тогда будет рыночная ситуация. Тогда, скажем так, акции будут котироваться на рынке. И там, какая у них будет стоимость, посмотрим. Вот тогда уже у вас будет возможность и продать, и подарить, и так далее. Сейчас пока нет. За исключением, наверное, тех случаев, которые, к сожалению, случаются, что акция заформила себя человек, и произошел так называемый страховой случай, либо по наследству акции переходить. Проходит по законодательству разных стран полгода, потом наследники вступают, и дальше уже, скажем так, благодаря взаимодействию с специалистами нашей компании, информация в реестре может быть изменена, если вы подтверждаете свое право вводить этим пакетом, то есть, что вы являетесь наследником человека. Узнаете инвестиций, хотелось бы больше, чтобы было. Об этом говорит и генеральный конструктор нашей технологии, наша технология Анатолий Дарычевич Ницкий, поэтому каждый день мы стараемся активно работать, поэтому каждый день мы стараемся о себе заявлять. Как я говорил, у нас проходит мероприятие вживую в целом ряде городов почти ежедневно, то есть проводятся вот такие презентации, знакомятся, люди с нашей технологией, кстати, на переговоры на уровне инвесторов более высокого уровня, то есть, это и людей мира бизнеса с серьезными доходами, которые у нас есть на сегодняшний день, администрация целого ряда городов и стран, они не прекращают. Я вот на вебинаре просто не успеваю все сказать, это, скажем так, заключенный договор, например, со Словацким транспортным университетом, задача которого будет создание адресных проектов на территории Словакии и стран Центральной Европы. После чего, кстати, была продемонстрирована информация на Словацком телевидении. Сранкишев Солар ответил тоже на вопросы, рассказал, что есть такая технология. Словакии рассмотрели возможность строительства данной трассы в городе Митро и так далее. То есть, такая работа ведется каждый день. У нас специальные исследования, которые занимаются развитием адресных проектов, есть целое направление, у которого есть руководитель. Но недавно, 22 июля, например, на выездном заседании Государственной Думы Российской Федерации, которая проходила в Крыму, как раз-таки была представлена и технология SkyWay, и решение целого ряда инфраструктурных и транспортных проблем Крыма благодаря технологии, разработанной Митро. То, что вы потеряли 10 тысяч в Токс-фьюжине, ну, Михаил, то есть, вы повелись на сервисы, которые предлагалось, видеомаркетинге и так далее, и так далее. Я знаком с этим направлением, тоже был и прочее. Не знаю, что значит вы потеряли. Вы могли эти сервисы использовать, но они были где-то недоработаны. Элементы MLM у нас есть, но чем мы отличаемся от Токс-фьюжина, например, то, что технологии, которые у нас есть, они с каждым днем развиваются, идет в строительство, и мы будем внедрять. Не говорит, что вот мы сейчас доработаем, у нас будет новая телегазета, видеогазета, она будет супер и так далее, которая так супер не стала. Здесь есть элементы MLM, и задача, в принципе, наверное, Юнистский пришел к этому сознательно, потому что, ну, людей, которые стали инвестором, которые поверили, да, можно простимулировать в виде дохода, пусть небольшого дохода, да, но они могут тогда в совершенно спокойном режиме кто-то активный, кто-то нет, доносить информацию о том, что есть наша технология, что есть такой проект. Вот таким вот образом. Вы знаете, я был в Ток-Южи, не рассказывайте мне, что все это можно было использовать бесплатно. В Ток-Южи не нельзя. То, что были аналоги, да, я не буду с вами спорить. Да, Сергей, как заявляет Анатолий Дарович Юнистский, Юнигус и Юнибайк будут представлены в размере один к одному. То есть не один к пяти, а один к десяти, именно один к одному. Если вы внимательно следите за развитием нашего проекта, посмотрите новости прошлой недели. Как раз таки, где Анатолий Дарович Юнистский посетил предприятие, на котором изготавливаются модели транспортных лиц. Вы знаете, я не могу сказать, Руслан, ожидается ли значительное после выставки привлечение инвестиций. Важно, конечно, что мы будем на крупном международном форуме. И вы знаете, там будут, скажем так, люди со всего мира. То есть, как я сказал, будет представлено более 2700 компаний. Форум будет длиться четыре дня. Кстати, после форума состоится еще международная конференция наших инвесторов, которая пройдет 24-го числа. И на ней как раз таки итоги будут подводить руководство компании. На ней предполагаем, что будет выступать и Рот Холк, который будет представлять наши компании на этой выставке. Человек, который, по крайней мере, реализовал на сегодняшний день несколько крупных инфраструктурных проектов на территории Австралии с высшей стоимости 10 миллиардов долларов. Это имя, это признание. И вот он будет вместе с нами на этой выставке. Поэтому мы рассчитываем на значительный приток инвестиций. Причем, скажем, уже, наверное, не только по средствам краудинвестинга. Мы как-то людям последние два года рассказываем, что пока возможность стать владельцем есть. Но если придут большие инвестиции, вы понимаете, они точно так же нам для чего они сейчас нужны? Достроить то, что мы планируем, продемонстрировать, сертифицировать. Когда мы это сделаем, дальше уже пойдет работа конкретно по адресным проектам. Будет отрабатывать техническая документация в конкретном направлении. За это будут, скажем, браться определенные деньги. Компания будет принимать участие в своей технологии в развитии проекта. Соответственно, этот процент, в котором она будет принимать участие в постройке каждой отдельной дороги, например, по мере развития компании получения серьезной прибыли, потому что, скажем так, 20% от дохода планируется распределять на дивиденды, компания в дальнейшем сможет и на свои деньги что-то строить где-то. И, скажем, там уже другая раскладка. То есть, нам не определенный процент от прибыли того, что будет давать дорога, а все будет приходить к нам и 20% опять же, как практически меморандум будет распределяться между инвесторами, которые сегодня еще успели стать владельцами. Мы сегодня с вами становимся, мы приобретаем доли компании, и это дает вам право, как вы становитесь совладельцем технологий. Задача какая? Привлечь необходимый объем инвестиций для строительства вот этих участков, которые мы строим в Беларуси, и продемонстрировать возможность транспорта сертифицировать его. Что значит сгореть пакет после покупки пакета? Не понял совсем вопроса. Сгореть может если вы бумажный сертификат например заказали и случайно его подожгли. А так информация о вас заносится в реестр и вы становитесь владельцем технологии на то количество долей компаний, которые вы приобретете. То есть будет приобретено например 100 миллионов или больше 300 миллионов долей соответственно прибыль в дальнейшем будет распределяться на эти 300 миллионов. Будет больше будет больше и у вас у каждого будет свой пакет у кого-то будет там 100 тысяч а у кого-то миллион. В соответствии если говорить о дивидендах то сумма дивидендов на миллион будет больше чем сумма дивидендов на 100 тысяч. Я думаю вы это понимаете. Вы знаете Михаил ничего страшного нету что вы зарегистрируете под компанию либо по чьей-то реферальной ссылке которую вы просто взяли в интернете и зарегистрируете. Во-первых если вы по чьей-то реферальной ссылке а не под компанию вы заходите в личный кабинет в профиль выбираете в разделе инструментов и там указаны данные вашего наставника вы можете взять его электронную почту если он указал скайп выйти на него по скайпе и попросить у него помощи. Второе это отдел информационной поддержки который может вам подсказать о том по тем вопросам которые у вас возникают. Вы прямо с личного кабинета можете нажать кнопку позвонить дать доступ своим скажем так микрофону и задать уже вопросы вживую в режиме реального времени с 10 до 19 это отдел информационной поддержки. Техподдержка которая есть у нас в личном кабинете панелька справа кликнули по ней она открылась и вы пожалуйста написали у меня такие такие вопросы и прочее и в режиме реального времени на вас выйдет сотрудник техподдержки будет помогать разбираться вот таким вот образом если у вас в этом как его в профиле не будет указан ваш наставник нужно что выходите на наших менеджеров они вам помогут разобраться итак коллеги у меня на этом наверное все спасибо за то что задавали в конце вопросы спасибо за то что были с нами подобный вебинар будет в 18 часов в четверг поэтому у вас есть возможность пригласить на него ваших новичков потенциально ваших партнеров те кто может захотеть разобраться в этой информации либо тех людей у которых есть потребность как-то изменить свою жизнь и зарабатывать больше денег на сегодняшний день пожалуйста приглашайте дадим вам информацию завтра у нас в 18 часов партнерская программа поэтому в принципе милости просим с удовольствием расскажем вам о том что и вся представляет партнерская программа компании Skyway Capital у меня на этом все отличного вечера сегодня не дожди его как в Москве потому что нас будет лить сегодня до ночи еще сказали то есть полтора суток дождя сегодня придется перейти домой мокрому но ничего может это тоже полетит всем здоровья любви до новых встреч 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 Продолжение следует...